Всем привет, вы на канале PhantomPlay, и сегодня мы продолжаем играть в игру The Sinking City. В прошлой серии, мы с вами замочили, никого мы не мочили, нет, я обманываю немножко, мы с вами нашли подельника, или даже не подельника, я не помню, короче, того мужика, походу, который убил того самого коллекционера, и сейчас мы должны с вами пойти и доложить обо всем этом товарищу Трогмортону. Вот, по-моему, их особняк, да, поэтому мы сейчас движемся в этот самый особняк, и будем беседовать с Трогмортоном, что же он нам дальше скажет по этому поводу. Погнали. Узнали мы из того расследования, что всем этим заведовала какая-то бабулька, обыкновенная бабулька. Она наняла этих самых воров для того, чтобы они сперли ей это зеркало. Вот только для чего ей это зеркало, я не совсем понял. Ну, она, короче, сошла там с ума, наверное, не знаю, что-то она там в этом зеркале видала. В общем, ээээ, не лагай, слышь, что это такое? В общем, нашли мы для этой пьуты, нашли мы, не, не то я хотел сказать. Бабулька наняла двух мужиков, а где Трогмортон, а вот он. Бабулька наняла двух мужиков, которые должны были украть на нее это зеркало. Но, как выяснилось, эти мужики узнали цену, что, типа, это зеркало дорогое, и они начали наезжать на эту бульку, мол, давай, мы тебе, точнее, давай поднимай бабосики нам побольше, давай еще. Или мы продадим его другому кому-нибудь. А она, в свою очередь, одного мужичка зарезала, или что-то там, по-моему, зарезала, да. А второго запрела этой вот магией, чудо-магией, за стеной, он там сидел, вот мы его с вами так и нашли. Собственно, но. Ну и как бы все на этом. Бабулька смылась, и будем ее где-то искать теперь. Так, товарищ Трогмортон, что ты нам расскажешь? По поводу экспедиции. В 1891 году ваш отец возглавлял экспедицию. Вам что-нибудь об этом известно? Вы обратились не к тому человеку. Я тогда был еще младенцем. А отец так и не опубликовал результаты своих исследований. И это огромная потеря. Его работа перевернула бы всю теорию эволюции. Да уж, не сомневаюсь. Обэттани мне быстренько рассказал. У меня есть несколько вопросов об Эттани. Как вы сказали, кажется, это имя мне незнакомо. Я узнал его в ходе расследования. Ваш отец развелся, а его бывшую жену звали Бэттани. Довольно. Я был слишком мал и ничего уже не помню. Но даже если бы помнил, это личное дело отца. И все? Хорошего дня. О, все улики найдены. А это что такое? А, психолечебница. Слышите, ну так это как бы, блин, я не на это рассчитывал, как бы. И что у нас из этого выходит? Бэттани сбежала из лечебницы. Похоже, она направляется на фабрику под названием Секлозавод Рэнда Ла Салвэйшн Харбор. Она полагает, что разгадка была там с прошлого века. Хорошо. Я понял. Значит, нам сейчас нужно... Что это у нас? Редакция, по-моему, нам нужна, да? Нам нужна либо библиотека... Либо редакция. Потому что, возможно, про этот завод есть какие-то новости. Правильно? Фабрика. Вряд ли в библиотеке что-то будет про фабрику. А вот в редакции могут заваляться какие-то вести о том самом месте. В каком месте? Хер, знаю, что несу. Ну, я имею в виду, короче говоря, в редакции может заваляться, допустим, газетенка какая-нибудь старенькая, в которой написано, вот, на том-то заводе там отличился какой-то работник. Завод находится там-то, там-то, мол, идите батрачьте там, туда-сюда, пошите на нас, как ослы. В общем, ну и все такое. Прилогашаем вас, будем платить миллионы. А ты такой приходишь, а тебе платят фигами. И просто чисто на еду хватает. Ну, все в таком духе. Там, конечно, такого не написано. Там написано. Приходите, мы самая лучшая компания. Вы будете у нас получать миллионы долларов. Вы не будете ни в чем нуждаться. И все такое. А ты такой приходишь. Они тебе такие говорят. Да, да, все так, как там. Да, 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 да. Конечно, конечно, конечно. А пошел на работу, первый день вышел. Херакс, Херакс. Шачиш, как осел. А в итоге, через месяцок такой приходит расчетник. И что же там расчетники? А в расчетнике зарплата на один раз в магазин сходить. Ну, такие вот, да. Сейчас нынче заводы и все остальное. Ну, что-то я от темы отошел. Ну, неважно, короче говоря. Мы идем в редакцию, дабы узнать вести. Так, ты что-нибудь знаешь? Берегите себя. А, спасибо. Давайте. Значит, что мы имеем? Блин, походу, здесь нет этой редакции, да? Зеркало, переписка, хереписка. Ну, блин, так неинтересно. Значит, нам не в редакцию надо. Тогда пойдемте в библиотеку, сходим, посмотрим, что там. Блин, ну, завод. Так, хорошо, завод. Что? Солдэшн Харбор. Вот у нас Солдэшн Харбор. Это что за место? Так, понятно. Ну, блин, остается только библиотека. Я не знаю, что еще можно сделать. Что за место? Ратуша. Библиотека. Вряд ли, я думаю, в полицейском участке будет что-то насчет завода. Как и в больнице, и в остальных местах. Ну, почему бы нет, давайте посмотрим. Мы здесь близко находимся, поэтому погнали. Все, может быть, может, там какие-то преступления были. Несчастный случай на рабочем месте, например. Хотя, ты тогда в больницу нужно идти. Хотя, фиг их поймешь, куда тут идти. Так, мужик, ты мне ничего не расскажешь. Хватит тратить мое время, чуша. Ай, не пошел бы ты в баню, а. Так, где тут? Так. Вот как эти фотки объединить, а? Ну и нету, ну, нету, ну. Так, давайте зайдем сюда. Что в чертогах вообще есть? Ничего. Через озеркалье. Пэттани бежала из лечебницы. Похоже, она направляется на фабрику под названием стеклозавод Рендала в Салвейшн-Харбор. Она полагает, что разгадка была там с прошлого века. Кстати, вот тут тоже что надо искать. На спизуаром утром напали океанские глубины. Т-т-т-т. Один из способов в бою. Вряд ли это нападение было единственным в городе. Наверняка можно узнать о других подробных... Кстати. Почему бы нам не сделать услуга за услугу? Ну-ка, попробуем как раз в полицейском участке. О, судьба экспозиции. Так. Давайте пока пройдемся по основе. Тут задание, конечно, интересно. Но раз уж мы здесь, давайте посмотрим, что мы здесь можем увидеть. Так, что мы из этого узнаем? Профессор Гарри Доу, который взглянул в экспозицию, похитили. Остальных бросили умирать. Всех нападавших были рыбьи черты. Субъекты. Улики. Так, один из способов погиб в бою. У него был кинжал и необычный золотой муллет, напоминающий рыбий глаз. Вряд ли это нападение было единственным в городе. Так, преступление. Ну, допустим, так. Субъекты. Допустим. А может быть, неподозреваемые жертвы? Улики. Так, ну-ка, у всех нападавших были рыбьи черты. Один из способов у него был кинжал. Орудие преступления. Давайте попробуем так вот. О! 15 апреля, приблизительно в 22.30 на рыбном рынке, восточная часть Шелс, угол Очард-Авеню и Холли-Фа-Ер-Лейн, я задержал подозреваемого инсмутца, который преследовал молодую женщину. Подозреваемый был странный золотой амулет, напоминающий рыбий глаз, конфискован. А также кинжал, конфискован. Когда я попытался надеть на него наручники, он закричал и стал звать на помощь своих братьев из Тодда. После чего с рыбного рынка явилось несколько вооруженных инсмутцев. Мне пришлось отпустить вышеупомянутого инсмутца и отступить. Подозреваемый скрылся. Инцидент необходимо расследовать. Лейтенант Фелпс. Так. Сейчас, соответственно, нам нужно наведаться вот по этому адресу. Восточная часть Шелс. Ищем Шелс. Шелс. А, кто рядом? Северный Запад-Восток. Вот здесь где-то. Так. Угол Очард-Авеню и Холли-Фа-Ер-Лейн. Блин, такие названия, капец. Так, ну вот Холли-Фа-Ер-Лейн. Холли-Фа-Ер-Лейн. И Орчард-Авеню. Где-то здесь. Угол Холли-Фа-Ер-Лейн и Орчард-Авеню. Угол. Почему угол? Неважно. Идем сюда и там будем смотреть на месте. Погнали. Может через быстрое перемещение. Там рядом точка есть. Резко я так переключился на основной сюжет, да? Ну ничего страшного. С бабулькой это мы обязательно потом разберемся. Просто раз я здесь рядом, то почему бы и не закончить сюжетку. Точнее не закончить, а... Мне пора двинуться немного дальше по сюжетам. Да? Просто нужно... В случае с бабулькой нужно искать завод. А координатов завода нет. А где его искать, я тоже ничего не совсем понимаю. Возможно, в библиотеке. Потому что в редакции про завод информации нет. Ну, в психбольнице я тоже уже вроде как все поискал. Про бабульку эту. Так что... Фиш. Рыбный рынок. Ну давайте посмотрим, что там. Что ты тут стоишь? Давай. Бесплатно? Не стесняйтесь. Всем хватит. Ничего себе. Рыба. Свежая рыба. Берите сколько нужно. Совершенно бесплатно. Ты уже слышал. Не стесняйтесь. Всем хватит. Говорят, здесь есть организация под названием ТОТ. Я пришел по адресу? Да, вообще-то я ее представитель. Рада с вами познакомиться. Меня зовут Анна. Чем могу помочь? Чарльз Рид. Если не возражаете, я задам вам несколько вопросов. Конечно. Спрашивайте, Чарли. Типа-ти какая сразу. Чарльз, что ты, что ты. Расскажи мне про ТОТ. Что такое ТОТ? Чем занимается ваша организация? Мы общественная благотворительная организация. Точнее говоря, группа волонтеров. Мы еще не стали официальной организацией. А чем мы занимаемся? Делаем все, чтобы облегчить страдания жителей нашего города. И что вы для этого делаете? Раздаем рыбу голодным и ремонтируем дома бедняков. А по ночам патрулируем улицы, чтобы защитить горожан от вайлбистов и бандитов. Мы много чем еще занимаемся. Идем туда, где нужна помощь. Все ради людей, Чарли. Где ваши руководители? С вами приятно беседовать, но вообще-то мне нужно поговорить с руководством ТОТ. Где я могу найти этих людей? Не торопитесь, Чарли. С начальством могут встретиться только свои. Сначала вы должны заслужить право вступить в ТОТ. Да вы шутите? Зачем? Вы должны показать себя в деле. Убедить нас в том, что на вас стоит тратить время. Не обижайтесь, Чарли. Как я могу себя проявить? Ладно, как мне стать одним из вас? Все зависит от ваших способностей. Что вы умеете делать лучше всего? Расследовать. Простите, я оставил резюме в другом пиджаке. Ну что ж, войну я служил на флоте, а потом стал частным детективом. Благое море. Тогда у меня есть работа как раз для вас. Рыба, что вы знаете? Ну-ка. Ладно, расскажите, что за работа. Прошлой ночью кто-то пытался проникнуть на наш рыбный склад. К счастью, охранник его спугнул, но я боюсь, что он вернется закончить дело. Вот почему сегодня мы так спешим раздать рыбу людям. Мы хотим, чтобы она досталась беднякам, а не какому-то вору. И вы просите меня найти этого вора? А вы умный, Чарли. Мне это нравится. Именно так. Ладно, я вам помогу. Отлично. Спасибо. Вот адрес. Скажите охраннику пароль, я служу морю, и он пропустит вас на склад. До встречи. Пока. Кто это сказал сейчас? Слышали? Кто это говорит? Хочешь рыбку? Ой. Хочешь рыбку? Кто это говорит? Э. Каждый из нас должен сыграть свою роль. Будут жертвы. Вот. Будут убояться нормально. Здесь действуют титанические силы, которые неизмеримо выше нас. Силы неведомые и непостижимые. Будут жертвы. Будут утраты. Будет тьма. Да. Но все это указывает на приближение переломного момента. И каждый из нас должен сыграть свою роль. Звучит просто что-то. Этому городу просто необходимы проповеди о конце света. Уверяю вас, я занимаюсь совсем не этим. Меня зовут Эбернат Блэквуд. И здесь я передаю людям свое послание. Пожалуйста, приходите на мои проповеди. Чарлз Рид. Приятно познакомиться. Блэквуд. Это ж противники эти трекбордстонов. Блэквуд? Так вы из богатой семьи. Верно. Я последний в роду. Унаследовал пустой особняк и оборвавшуюся историю. Ну, бывай. До встречи. Так, давайте сгоняем в чертоги разума сейчас. Так, что у нас тут? Услуга за услугу. Значит, она сорвала рынка. Она просила меня расследовать кражу на складе. На Хокинг Лейн. Хокинг Лейн. Слышите, где это такое? Это что, не здесь, что ли? Нет, это здесь. Хокинг Лейн. Ищем Хокинг Лейн. О, Хокинг Лейн. Та-та-та. Между Орен Роуд и Либерти Роуд. Орен Роуд, Либерти Роуд. Орен Роуд. Вижу. И Либерти Роуд. Хокинг Лейн идет. Оп-оп-оп-оп. Орен Либерти. Вот тут вот, пожалуйста, меточку организуем, да? Да. Так. Такс. 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 Чертоги. Тот раздает рыбу. У Комати не хватает продовольствия. Давайте это свяжем. Без рыбы, которую поставляет тот, в городе начнется голод. Ну, это понятно. Окей. Так, сейчас нам куда нужно лучше пойти? Наверное, в другую сторону, чтобы вот так вот, вот так вот, вот так вот. В общем, движемся назад. Опа. И вот туда. О. Кишащий монстр Мираюнчик. Кстати, давайте сохранимся. Опа. И будем сейчас двигать. Так, сейчас нам, значит... Ну, блин, пока что на район я не хочу особо идти, наверное. Конечно, круто. Там, конечно, лута дофига. Но у меня, как бы, патронов то и нет особо. Кстати, надо перезарядить. На семерочку. Не, пока не пойду. Пока не пойду. Еще один. Сколько что-то этих монстров-то, а? Давайте заглянем просто так. Посмотреть просто. Просто. Я только посмотреть. Я только спросить. А, ну да. Не люблю я такие звуки. Стремный звук, конечно, однако. А. Опа. Полезли, полезли. Валим, валим, валим. Почему они людей не трогают эти? И почему люди их не бьют? Это как-то нечестно по отношению ко мне. Так, нам сейчас только переплыть просто. Лучше вот сюда, конечно, было бы, да? Интересный кораблик. Вон там я хотел в него зайти. Но потом. О, сюда хочу. Вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Еще один район. Ну, нифига тут сколько монстров. Капец. Так, ну. Полутать чего я пока не вижу. Нечего пока что лутать здесь совсем. Хватит пялиться, чужак. Чу-чу-чу. Качись отсюда. Сейчас покачусь. Сам сейчас покатишься, слышь, мужик. Тебе же, знаете, пятка тут работает. Без понятия. Я уже, наверное, спрашивал. Опять в кишащем острове район. И, кстати, там есть телефонная будка. Надо к ней в первую очередь подойти. А, так это... Такой один огромнейший район, да? Их, наверное, можно зачищать, как вариант. Плещи, глянь. Ох уж, это алкашня. Так, хочу телефонную будку открыть. Еще одна валяется. А, ну ладно, это не важно. Не люблю алкашей. Еще один кишащий монстровый район. Ну, нифига себе. Так, ну, собственно, мы пришли. А, вот этот склад. Кажется. Так, ну-ка. Нет, склад вот здесь. А ты кто такой? Морю я служу. Я служу морю. Анна поручила мне расследовать недавнее происшествие. Слава морю. Наконец-то. Я Дэрил Граймс. Чем могу помочь? Хру-ка это. Рассказывай. Расскажи обо всем, что произошло. Как можно подробнее. Рассказывать почти нечего. Это точно был мужчина. Он проник на склад, пока я был наверху. Попытался украсть рыбу, но я его услышал. Я почти достал его гарпуном, но в темноте промахнулся. Этот Дэйн ушел. Только не пойму, зачем красть то, что раздают бесплатно. Да, это загадка. О, цыня. Лапшика. Как выглядел вор? Примерно вашего роста. Телосложение среднее. В общем, ничего особенного, если не считать лысины. Голова у него была гладкая, как яйцо. Макушка прямо блестела в лунном свете. Что он украл? И что же он украл? Ничего. Я его оспугнул. Куда отправился? И куда он потом побежал? Я не знаю. Он бегает быстрее меня. К чему пароли? Зачем тебе пароль? Что за секретность? Приказ начальства. Я лишних вопросов не сдаю. Ладно, бывай. Пока вопросов больше нет, Граймс. Мне нужно браться за работу. Вот. Возьмите ключ. Благослови вас море. Так. Ну, погнали. Так. Рыбный склад тот-то. Что тут у нас? Ага. Пробил целый дюйм прочной древесины, словно лист бумаги. Это что? Порох. Валяется так вот без присмотра, да? Так. Пока что. Лов свежий, еще пахнет морем. Никаких следов разложения. Так, давайте сразу наверх. Что здесь? Кстати, бывают следы. Вот один раз были на стенках. Всяких там еще такое. Я надеюсь, здесь файлбистов этих нет. Приехал. Какого хера вы тут делаете, мудаки? Что к тебе? Что там сбоку? Гандоны. Получи, собака. Да сколько у вас тут, мудаки? Иди сюда. Ёб твою дивизию. У вас сколько здесь, мужики? Слышите? Аптечку где? Пистолет мне. Отвали. Будакен. Да, ну. Вольно. Нет. Опа, красота. Пригнись, осел. Твою ж дивизию, ну капец. Ну чего-чего, ну вот здесь я этого никак не ожидал. Так, ну давай делать. Что же поделаешь? Давай-ка сделаем две аптечки тогда. Так, ну видишь, патронов? Семь штук. Аптечку одну давай, вот так вот. Ай. Так. Пистолетик возьмем сразу в ручки. Вот так вот. Вот, чего-чего, но вот этого места я не ожидал вайлбистов. Как этот мужик мог охранять здесь что-то, если здесь тусуют вайлбистов? Уважающий набор. Этот парень явно любит свое хобби. Этого я, конечно, никогда не понимал. Неплохо. В детстве я был бы счастлив получить такую. Если бы ее доделали, конечно. Уважаемый, подождите. Надо убрать вот эту вот штуку, да? Блин. Где там это письмо? Так, письмо, письмо. А где письмо-то? О. Ужарный мистер Граймс. Не знаем, как вас отблагодарить за то, что вы делаете для детей. В эти тяжелые времена ваши игрушки радуют, как луч солнца на небе. Мы все каждый день молимся. Все, прошу прощения, каждый день молимся за ваше здоровье и очень ждем вашего визита. Все наши дети, прошу прощения, сотрудники хотят наконец-то встретиться со своим благодетелем лично. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь и приходите, как только сможете. С бесконечной благодарностью администрация Оксманского сиротского приюта имени Святого, наверное, и Иеронима. А еще ведь подвал там есть. Так, патрончики. Один, к сожалению, всего лишь. Ну, это не серьезно, я столько потратил на вас, да? Порох мне там давать. Что там вообще для пистолета, ну-ка? Гильза и порох. Вот гильзы, мне нужен порох, мне нужен... Не, это все трепеди. Показалось. Не, ну вот, еще раз говорю, как... Что я хотел сказать без меня? А, ну вот где-где, но здесь я не ожидал этого, конечно, увидеть. Вейлбистов этих и того черта. В каждом здании проломан потолок. Еще в подвале сейчас повылазят 50 штук. Хотя вряд ли уже, они, наверное, все в одно время вылазят. Что там такое двигается? Так, ну... А вот, смотрите, патрончики. Хорошо. Блёх, а что вы меня так пугаете? Однако, криповенькое место, да? Что-то вот за радужное какие-то. А, округ экрана фиговины. Человек целуется, прошу прощения, с рыбой? Эта вот картинка объясняет нам происхождение... О, кстати, смотрите. О, заметно, кстати. Возможно, эти вот волны появляются тогда, когда скрытая стенка есть. Человек целуется с рыбой. Походу, это вот объясняет происхождение... Этих самых вот... Рыбо-человеков и рыбо-обезьян. Там вот, когда фотография была с обезьяной тоже. Что ты, мужичок, тут делаешь, интересно, а? У меня много вопросов. Очень много. Идём в чертоге. Тэнэ комната, тот раздаёт рыбу. Ну, это никак не связывается. Окей. Окей, так. Ну, это же не стало жёлтеньким, блин. Всё же смотрел. Ну, что под этой вот плёнкой? Ну, мужик, может, сам подельник того чувачка, который рыбу крал. Может, тут друган его, он у него всё подставил. О, свежее, ещё пахнет морем. Никаких следов разложения. Ого. Пробил целый дюйм прочной древесины, словно лист бумаги. Так, ну здесь я больше ничего не вижу. Ва-апс-че. Ни наверху, ни внизу, нигде. Впечатляющий набор. Этот парень явно любит своё хобби. Так, ну и всё, тогда валим, побеседуем с этим мужичком, что он нам может по этому поводу рассказать. Какое-то он странное, однако. Эй, товарищ, ну-ка, объяснись-ка. Что за комната? Я нашёл внизу потайную камеру с цепями и кандалами. Похоже на камеру для пыток. Ты что-нибудь знаешь об этом? Что? Что за дрог? Не может быть. Я знаю этот склад как свои пять пальцев. Дэрил, не забывай, что я детектив. Если ты врёшь, я всё равно докопаюсь до правды. Понял? Клянусь, мистер Рид, я тут ни при чём. Спросите Анну. Она арендует это помещение. Я ничего не знаю. Ладно, я поговорю с Анной. Посмотрим, подтвердит ли она твои слова. Ну, давай. Ещё увидимся. Храни вас море. Так, ну окей. Здесь я не знаю. Я больше ничего не вижу. Идём поговорим с товарищем Анной. Возможно, я что-то упустил. Но не вижу я ничего. Ну, хоть ты убей. Так. Давайте-ка... Что тут у нас? С ключом всё понятно. Ладно, давайте, короче, сбегаем к этой Анне. Очистите глаза свои пламя. Потому что я даже не знаю. Это единственное, что я могу сейчас сделать. Так, товарищ Аннана. Ты у нас где? Анна у нас на рыбном рынке. Аминь. 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 так а ты кто-то поддержим окман или баню никого не буду поддерживать товарищ она на что вы можете мне сказать по этому поводу совершенно бесплатно да 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 но пошел я на складе почему не убирается и чё ты завис слышь в подвале вашего склада я обнаружил что-то вроде тюремной камеры как вы это что вы нашли какая еще камера за стенок цепи кандалы и кровь ничего не припоминаете я понятия не имею о чем вы говорите но звучит ужасно мы арендовали этот склад всего пару недель назад боже мой придется серьезно поговорить с хозяином недвижимости спасибо что сообщили чарли а кто хозяин-то до встречи что-то все что ты можешь сказать не вот так интересно как бы я блин я ожидал большего не ну как то так ну ёпара сетая ну туда возвращаемся нам нужно найти того чувака который всем этим занимается а именно воровство принос все время я что-то выпускаю какую-то мелочь маленькую деталь а возможно и большую деталь блин что-то же я упустил я думал сейчас я поговорю с этой дамочкой и узнаю что к чему но нет пожалуйста помогите кто-то там не помог спасибо с море так давайте внимательно еще разок это мы смотрели так так здесь тоже все осмотрели так так и здесь его смотрели так так улов свежие еще пахнет морем никаких следов разложения так давайте прервемся на секундочку а то ему фигонька становится а вон смотрите тварь мертва но никаких ран я не вижу опять у него эти вот кружочки что счет на комнату что она поела рыбы а потом сдохла очень подозрительная то есть прошу прощения падлы скажем так разную трубу бесплатно и при этом всех травят горские обидники уже получили большее количество рыбы которая возможно отравлю ну козлы какие это еще не еще возможно тот вор который хотел ее украсть просто хотел предотвратить опа хотел предотвратить это самое отравление необычная склянка похоже ее взяли в какой-то лаборатории я уже такое увидел остатки какого-то порошка лучше его не трогать возможно это я до сто процентов я давайте зайдем сюда ну вернись ворюга я тебя проучу так надеюсь профессор вестербрук никогда об этом не узнает еще чуть-чуть о нет так давайте сюда короче какой-то чувак а еще не все что какой-то чувак пронюхал что рыба отравлена и хотел наверно ее вынести проклятые паразиты поглоти их мэйер так посмотрим что тут у нас так давайте это один проклятые паразиты поглоти их мэйер потому что история началась с того что этот мужик стоял наверху а то как раз в это время зашел этот человек профессор вестербрук упала коробка и он начал убегать а этот его а вернись ворюга я тебя проучу нет смысле ладно тогда вот так надеюсь профессор вестербрук никогда об этом не узнает зашумел еще чуть-чуть о нет этот обо всем услышал проклятые паразиты поглоти их мэйер и вот так а ну вернись ворюга я тебя проучу вот и проник на склад отравил рыбу неизвестным веществом а затем поднял шум и охранник его прогнал я понял все теперь я понял я просто немножко не на тех подумал я думал они сами эту рыбу отравляют а оказалось что рыбу отравляет отравил тот кто сюда проник вот почему он сюда проник я понял и какой-то профессор мэйер он сказал надеюсь профессор мэйер об этом не узнает но я думаю что сейчас он об этом узнает круто так это все понятно с этим мы разобрались старый ключ и все чертоги значит лабораторный фракон и профессор человек проникший на рыбный склад каким-то образом связался с университетом нужно туда наведаться нашли что-нибудь интересное пошел оказывается наш друг пришел не грабить он хотел отравить рыбу защите нас море вы уверены? во всяком случае на это указывают улики эй какой кошмар пожалуйста не говорите анне что это я виноват иначе она меня четвертует а тут с одной стороны причем тут ты ты как бы стоял наверху и все этот мужик там купался я его слышал пытался остановить окей я не буду ей рассказывать почему ты виноват не скажу ты славный малый дарил я что-нибудь придумаю спасибо мистер рид вот возьмите там знак моей благодарности удачи вам я знаю что провинился и заслужил наказание в следующем месяце буду охранять склад каждый день без выходных клянусь ладно мне как-то по барабану можешь вообще не расходить где университет находится а? напомни мне где находится окманский университет его легко найти это лучшее что есть в окманте если не считать нашего знаменитого рагу из угря в карамели дайте вашу карту ну вот не забудьте рассказать а не обо всем что узнаете да не боись счастливо храни вас море а где твое фирменное похрюкивание так где у нас университет так значок можно убрать университет вот это что ли да? ой как далеко хотя нет недалеко давайте мы вот сейчас назад наверно пойдем так ага там монстры так хорошо сохранить рискнуть что ли через монстр пройти? странно я думал тут монстры а их нет чёрт монстры монстры валим ух ты ж ёб твою дивизию кто это такой? валим 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 со всех ходу со всех ног вали беги просто беги 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 дружочек мой давай 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 чеши 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 быстрее всё вы видели кто там был? какая-то херня прошу прощения непонятная неведомая я такого ни разу не видел офигеть офигеть о слышь мужик у тебя можно пришватываться у тебя же вон есть чего забрать ну почему нельзя а? блин он такой ящик симпатичный а? эх мужик мужик такой ящик ты мне не даёшь его забрать? кто их машет своим фонарём? кто там машет? так погнай что там появилось? ещё одна долина монстров да монстров тут много и вот там конечно монстр капец меня удивил первый раз такого я увидел тут кстати случайно вокруг нету телефонной будочки после университета сто пудов должна быть будка вот она даже вижу я её на карте что ты не прорисовываешься? экстренный выпуск все новости достойные печати давайте сохранимся у будочки точнее просто её отметим на карте да? лучшие товары в Окменте успейте приобрести со скидкой вот она отлично и собственно идём в университет лучшие товары в Окменте успейте приобрести со скидкой ты кто? ммм добро пожаловать в Окментский университет чем могу помочь? вы знаете что это за колба? вы узнаёте этот флакон? можете сказать откуда он? порастите в нашем университете сотни таких флаконов да соборов это он да ладно мне нужно узнать что в нём есть идеи аааа так вам нужно провести анализ наверняка вам помогут на факультете медицины профессор Вестербург Брук мне нужен да ещё профессора Вестербрука не знаете где он? вы принесли ему новый экземпляр? ааа какой экземпляр? ааа неважно он на факультете медицины я покажу куда пора идти будьте так любезны хорошего дня до свидания сэр показывай вот говорит покажу куда пройти закрыто на ремонт слышу так куда пройти то? ещё чертоги что там? охранник боится Анны тайной комнаты на складе нет никак не связать Анна какая-то опасная наверное может это Анна сама и подослала типа такую подставку сделать а? лучшие товары в Окменде успейте приобрести со скидкой ну где вход в этот университет ваш? не ааа не мужик заходите чё ты? скрыто на ремонт ну ёлы палы так это несерьёзно Чем могу помочь, сэр? Что там у нас по журналу? Терроград просил меня пойти на рыбный рынок и сообщить Ане о том, что я узнал. Блин, вот я все про профессора прослушал. Про банки он сказал... А, подождите, это что? А, на медицинский факультет сейчас нам нужно отправиться. Я понял. Я понял. Так, давайте на туда подойдем и будем потихонечку заканчивать на сегодня. Дамочка, что вы можете рассказать? Ничего. Окей. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Добро пожаловать на медицинский факультет Окмандского университета. Я Сэмил. Чарльз Рид, частный детектив. Если не возражаете, я задам вам пару вопросов. А куда ты денешься? Конечно, не возражает. Вам знаком этот флакон? Можете сказать мне, что в нем? Хм. Это точно один из наших лабораторных флаконов. У нас их полно. А насчет содержимого нужно провести анализ. Вы можете это сделать? Реагенты стоят недешево. К тому же, в любой другой день я бы не отказался, но сейчас у нас небольшие проблемы. Ну, конечно, слуга жил слугу, да. В нашей лаборатории полно существ. Профессор Вестерброк проводит необычные эксперименты, и что-то пошло не так. Совсем не так. Это плохо. Значит, если я устраню эту проблему, вы проведете анализ? Другого выбора нет у меня. У нас скромный бюджет, мистер Рид. Ваши усилия послужат науке, разве этого мало? Ну, пусть тогда наука сама себе служит. А, ладно. Разберитесь с нашей проблемой, и я проведу для вас анализ. Неофициально. Вот ключ от подвала. Вот, гад, еще хотел платно, а? Не, ну и далее, а? Еще платно хотел, чтобы я ему всех поубивал. Ну, в смысле, я ему убью, а он мне ничего за это не даст. Офигел, да? Так, нам типа сюда, наверное. Дверь не поддается. А ты позапирал все. Астырить-то у тебя, конечно же, нечего. Блин, ладно. Сохраняшечка. Пойдем, убьем монстров. На этом мы закончим. Хотя бы глянем, что там за монстры такие, да? Слышу уже, слышу. Это что там такое огромное стоит? О, вижу. Нормально, на этого уходит три патрона. Так, давайте идем. Осторожненько. А, это этот спарился, окей. Ай, к черту осторожность. Слышу, он у нас шевелится. К этой тваре даже прикасаться противно. Кому пришло в голову ее вскрывать? Блин, слышу, что ты тут тычешь пальцем меня, э? Блин, мне падает эта фигня. Это плохо. А это вот что такое меня интересует. Это, случайно, не та ли фигня, которую я встретил? Черт бы ее подрал. Которую я встретил. Так, что это за кнопочка? Интересно, что будет, если нажать на эту кнопку? Попробовать или не стоит? А почему не стоит? Кажется, стоит. Тут следовать надо или нет? Надо. Второе марта, наконец-то, получил живую особь, к сожалению, совсем маленькую. Помощники зовут монстра Красавчиком, но, по-моему, надо дать ему нормальное имя. Третьего марта всю ночь размышлял, как назвать существо. Я уже начал проводить над ним серию экспериментов. Пока что оно проявляет исключительную устойчивость ко всем недовитым веществам, какие у меня есть, а также кислоте и электрическому току. Вот только его визг до сих пор стоит у меня в ушах. 5 марта прошлой ночи у меня было видение, тысяча рук накрыли, меня точно одеяло, и у меня в голове прозвучало имя Стигийский Жнец. Блин, вот этот стопудово сейчас оживет. 99% 10 марта теперь, когда эти дурацкие ограничения сняты, я могу беспрепятственно продолжать свои опыты. Хочу узнать как можно больше. Особь осталась жива даже после удаления половины внутренних органов. Потрясающе. Мой эксперимент скоро изменит все наши представления о биологии. 15 марта я нашел способ оживлять ткани, даже те, которые уже мертвы, которые мертвы уже несколько недель. Это просто пройдите на какие возможности, какие перспективы. А вдруг ты намек на какую-то скрытую особенность, которая есть у этих существ, может быть, и у нас самих. Надо будет поискать добровольцев. Короче говоря... Вот что я тебе скажу, мистер Рид. Эта тварь нифига еще не мертва. Ну да, сейчас она, конечно же, мертва. Такую тварь я, кстати, видел, когда пробегал по перевылку монстров. Но! Но! Есть но! Одно огромнейшее, такое жирное но. Серьезное оборудование. Похоже, Окманский университет хорошо финансируется. Есть одно но. Как только я включу этот рубильник, вот эта вот фигня оживет. Поэтому здесь мы сделаем вот так вот. Попробуем его убить. Нажимаем. Такое искушение. Нажимаем его, нажимаем тиской. Да. Сука! Что в тебя? Бля, как видишь, ты промазал. Может, живой? Черт! Черт, бы вас подрал, ты еще тут лазишь. Уходим, уходим. Уберись. Спокойно, восстанавливай эту самую свою фигню. Восстанавливай, восстанавливай, восстанавливай. Осталось четыре патрона. Я не знаю, как его убить. Давай, восстанавливайся, восстанавливайся, дружочек. Я же говорил, как только я нажму эту кнопку, эта тварь живет. Ты где, собака? Так, ну, в общем, на этом мы закончим, на этой печальной ноте. Всем спасибо за просмотр. Все подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, в комментариях мнения по этой игре. Пишите обязательно название игр, которые хотите видеть в следующих выпусках. Пишите, пишите, пишите. Лайкайте, лайкайте, лайкайте. Все такое. Можете и дизлайки поставить, конечно, иногда. Ну, как же это без дизлайков жить-то? В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok